Сегодня рассмотрим куртки-косухи. Какие же модели являются антитрендами, а какие актуальны на сегодняшний день. В качестве примера я взяла магазины Marketplace. Обтягивающие косухи уже не в моде. В магазине Valbris можно встретить такие варианты. Лучше отдать предпочтение более свободным курткам. Marketplace La Moda предлагает кожаную куртку бренда Mango в более современной базовой интерпретации. Для тех, кто не хочет переплачивать за натуральную кожу, есть эко-кожа Valbris Brand Money. Цена 2500 рублей. Несмотря на то, что шнуровка в моде, все же на куртках в качестве декора она смотрится некрасиво. От таких курток, как в магазине Ozone, лучше отказаться. Если у вас уже есть базовые косухи черного, белого или коричневого цвета, присмотритесь к ярким комбинированным вариантам. Бренд Goldride. Цена 10 850 рублей. Куртка выполнена из полиэстера. Valbris предлагает похожую куртку, но она выглядит как будто снята с плеч младшей сестры. Короткие рукава. Сама куртка выглядит весьма скромно. Из двух ярких вариантов предпочтение лучше отдать первому. Симпатичная на первый взгляд куртка голубого цвета, но, увы, все портит резинка внизу и короткие рукава. Вместо данной курточки лучше взять кожаный бомбер. Куртки косухи с искусственным мехом из эко-кожи смотрятся очень дешево, да и мех здесь несколько неуместен. Данный вариант, что вы видите на фото, продается в магазине Valbris. Вместо этой модели возьмите лучшую дубленку Aviator. Она актуальна всегда и лучше греет в межсезонье. Молодежные куртки с яркими надписями актуальны не в первый сезон. Найти такие варианты можно на Valbris и Ozone. Кто-то сам неплохо умеет рисовать на коже или ино в материале, а кто-то берет готовые варианты. А вот от курток с вышивками в виде цветов стоит отказаться. Это было актуально более 10 лет назад. Куртки с декором в виде пуговиц уже давно не в моде. Плюс, если они еще и обтягивающие, то это сразу выдает несовременность модели. Также не стоит смотреть в сторону курток с горизонтальными строчками на рукавах, а также по бокам. Данная куртка уже моветон. Куртки из кожи или эко-кожи с баской или валанами являются антитрендом. А вот бахрома актуальна на сегодняшний день. Если вам близок данный стиль, то рекомендую присмотреться. Кроме стандартных укороченных курток, сейчас продают удлиненные, похожие на короткий тренч. Данная косуха давно не актуальна. Лучше взять отдельно тренч и отдельно современную куртку-косуху. В магазине Ламода продается тренч из искусственной кожи длины миди. Для тех, кто отдает большее предпочтение именно тренчам, плащам, рекомендую присмотреться к данной модели. Размерный ряд от 42 до 46, цена 9600 рублей со скидкой. Не только кожаные куртки представлены на маркетплейсах. Иногда встречаются модели из искусственной замши. Если данный материал качественный, то проблем нет. А вот дешевая ткань еще больше удешевляет куртку. Не стоит приобретать такую косуху, даже если цена весьма привлекательна. Для любителей замши рекомендую заглянуть к молодым российским дизайнерам. Магазин 2 МОД. Данная модель выполнена из натуральной замши. Размеры S и M. Цена 39 тысяч рублей. Обтягивающая кожная куртка с отстегивающимся низом. Данный вариант был актуален лет 15 назад. Яндекс.Маркет и Вальберис предлагают данные модели в черном-коричневом цвете. Я бы не рекомендовала данные устаревшие модели. Если очень хочется куртку-трансформер, зайдите на Алиэкспресс. Там иногда бывают симпатичные и современные вещи. Данная куртка из искусственной кожи. Цена 4300 рублей. Многие уже, наверное, знают, что на данном портале вещи часто маломерят. Так что учитывайте это при покупке. Есть ли куртка-косуха в вашем гардеробе? Если да, то напишите в комментариях, каким моделям вы отдаете большее предпочтение. Обтягивающие, свободные, с декором или без. Может быть яркие или базового цвета.